Что такое крещенский сочельник и когда и где лучше набирать святую воду? События евангельской истории, которые в этот день празднуются, именуются по-разному и крещение Господне, и Богоявление, и Днем Светов, по той причине, что в этот день, через 30 лет после своего рождения, Господь выходит на общественное служение и является перед народом Израиля, принимая крещение от Иоанна так же, как это делали и все люди доброй воли, исповедуя грехи свои, но в отличие от них Господь не нуждался в покаянии и уклонялся предтеча крестить Его, исповедуя Его Мессией и прося сам от Него крещения. Богоявлением именуется этот день, поскольку и сын является Израилю уже в полноте своего служения проповеднического, достигнув 30-летнего возраста. В Израиле мужчина имел право на учительское служение, и к явлению сына прибавляется и свидетельство духа, ибо получил пророчество Иоанн предтеча о том, что увидит он знаменьем Мессии, пришедшего ради спасения миру, голубя, сходящего на Него. И это голубь есть образ Святого Духа, Третьего лица Пресвятой Троицы. А глаз Отца Небесного — это тоже образ, не то, будто можно было слышать голос самого Отца, а некий звук, который символизировал божественное присутствие и посылание в мир Сына Своего, Единородного Небесным Отцом, сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Этот голос услышали пребывавшие при Иордане. Этот голос свидетельствовал о воле Отца, которую исполнял Сын, и принять которую содействовал для человечества Дух Святой. Днем Светов именуется этот праздник, это событие, поскольку и Отец, и Сын, и Святой Дух, являясь лицами единой и неразделимой Пресвятой Троицы, божественными и самобытными, ипостасями божественными, каждый из трех является совершенным светом и просвещает человечество. Различия названий не предполагают разделения внутри праздника. На определенном этапе бытия русской церкви поступило обращение к восточным патриархам с вопросом о законности совершения водосвятия великого освящения воды не однажды прежде литургии, накануне праздничного дня, но и в самый день праздника в связи с большой народной любовью к этому водосвятию и почерпанию вод освященных, и было получено одобрение и ответ с Востока православного о том, что нет никаких препятствий совершать дважды великое водосвятие. Потому и утвердилось в практике русской церкви первое водосвятие совершать накануне праздничного дня, после богослужения, которое сопровождается чтением царских часов и Великой Вечерней сослужением литургии Василия Великого, которое и прежде отпусто бывает продолжаемо исхождением на источники вод с пением особых стихир и последование водосвятия с чтением трех паримий — апостольского и евангельского зачал и особые молитвы, призывающие Великую Божью благодать на воды, которые могут быть разнообразными, как взятыми в отдельную чашу, кандию так называемую, либо это сами родники, источники, озера, реки, моря и океаны, над которыми священники, читая эти молитвы, призывают благодать освящения на воды сии с тем, чтобы впоследствии эти воды приемля, испевая от них, кропя ими и самих себя, и окружающие наши домы, и земли, мы таким образом призывали на них и освящающую, благословляющую Божью благодать. Различие между тем водосвятием, которое совершается накануне крещения, и тем, которое по совершении божественной литургии в самый день праздника, различий никакого нет ни в чинопоследовании, ни в качестве вод, ни в действии благодати, поэтому народные версии о том, что воды богоявленские, крещенские, различны между собой, имеют разные действия, и смешивать их нужно только в определенных пропорциях, чтобы не взорвалось что-либо в внутреннем человеке, совершающем эти странные мистические действия, конечно, предания пустые, и преданиями, точнее сказать, не являются. Это досужие домыслы, если уж и не имеющие какого-то откровенно еретического или бредового содержания, то во всяком случае не имеют никакого и основания за собой, но относятся именно к практике русской, и воодушевляют нас и к святой воде, освященной накануне, крещенского сеночного бдения и божественной литургии, и после них относиться равноплагоговейно, приемля эту воду ради сообщения себе, особой божьей благодати себе, и ради окропления окружающего нас пространства. Набирать эту воду принято в храме божьем, где совершается освящение, а там бывают часто запасаются священники большими емкостями, из которых удобно почерпать воду. Можно ли взять немного воды в храме, а потом осветить ею запасенную воду у себя в доме? Ну, это нельзя запретить, но, с другой стороны, для того и раздается вода, чтобы, будучи полученной в храме и особо быть хранимой как агиасма, как великая святыня, не для того, чтобы только испытывать ее неподверженность порчи в течение многих месяцев и даже лет, а для того, чтобы ее с молитвой и благовением принимать, для того, чтобы ею окроплять свой дом, свое жилище и использовать таким образом, благовейно, по ее предназначению. Она, святая вода, это как раз может быть после первого водосвятия почерпаемо и из источников вод, но не будем забывать все-таки, что для нас это должно быть дело сопряженной с нашей молитвой. Поэтому, хоть и можно считать, в связи с этим великим водосвятием, совершающимся везде, где есть православная церковь, можно почитать освященными все источники вод и почерпать из них, но это выглядит, конечно же, несколько странно, почему, уклоняясь от церковной молитвы, ты хочешь только черпануть большой ложкой или кружкой Божью благодать, не прилагая своей молитвенной песне к песне церковной, не составляя и в молитвенном хоре единства с церковью, которая и спрашивает Божье благословение. Так что все-таки не совсем правильно отделяться от церковного собрания и там где-то на уже впадении освященного ручья в Великое море почерпнуть для себя благодать Божьей, почившей на водном естестве, а важно молиться вместе с церковью за этими великими и однажды в год совершаемыми чинами великого водосвятия. Субтитры создавал DimaTorzok